МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотя другие говорят, ребята, оставайтесь в телеке, потому что телек это всегда олигархи, политики, огромное деньжище. Определенный опыт работы на телевидении у нас уже есть, и вот мы решили создать свой Ютуб-канал, чтобы посмотреть, как работает эта платформа изнутри. Ну и для начала разберемся, есть ли в реальности это противостояние телека с Ютубом. Поехали! Дмитрий Ильич, чем отличается вообще телевидение от Ютуба? Потому что вы стали известным благодаря телевидению, а сейчас пришли в Ютуб. И показываете там, ну, действительно, крутые результаты. Ну, не я пришел в Ютуб, Ютуб пришел в меня. Я думаю, что телевидение становится уделом пенсионеров, пусть спросят меня пенсионеры, многие из которых уже в Ютубе. Я думаю, что в течение ближайших пяти лет мы с вами будем наблюдать смерть телевидения, потому что я очень часто встречаюсь со студентами. Вот представьте, тысяча, полторы тысячи аудитории. Поиграем в такую игру. Кто из вас смотрит телевизор? Процентов пять уже поднимают руки. А у кого нет телевизора вообще? Почти все. То есть люди уже не покупают телевизоры? Ютуб, интернет, понимаете? И чем дальше, тем больше людей будут отказываться от телепрограмм. Телевизор уже надоел, зомбирует. Вот в России, я не знаю, кого не спрашиваю, не смотрят российские федеральные каналы. Я раньше сокрушался. Боже, оно же настраивает. А люди говорят, мы не смотрим это. А вас в 60 минутах смотрят-то? Меня, да. Цензура. На телевидении и в Ютубе. В Ютубе уже пошла некоторая цензура. Если заголовок что-то не то, вот слово коронавирус, Ютуб не монетизирует. Мы сделали с доктором Комаровским большое интервью по коронавирусу. Коронавирус пошел хоть на спад или нет? Да. Ютуб его не промонетизировал. Все равно на хайпе все посмотрят. Ну, полтора миллиона посмотрело. Но монетизации нет из-за коронавируса. Почему решили снять монетизацию? Потому что все в погоде за хайпом говорят о коронавирусе. Есть у них слова. Или они это рассматривают как социальную какую-то деятельность? Например, про геев, про коронавирус, про какие-то извращения. Они это не монетизируют. Вот это небольшая цензура, я считаю, все-таки есть. Потому что Ютуб должен быть территорией свободы, на мой взгляд. Сама цензура, насколько она активно применяется в Ютубе? Ну, потому что так или иначе каждый блогер имеет свою аудиторию. Не попадаете ли в зависимость от своей аудитории? У меня есть, у других нет. И это нормально, но если показывают артиста Алексея Панина, допустим, с ногой, да? Ну, значит, цензура же не коснулась этого. Телевидение это дорого. А Ютуб? Можно ли сделать успешный Ютуб-канал без вложений денег? Ну, вот мы садимся с моим старшим сыном Ростиславом. Он мне настраивает мой планшет. На той стороне Мордора садится господин Белковский. Настраивает сам себе свой планшет. Станислав, добрый день. Добрый день. Мы делаем с ним интервью на полтора часа в Ютубе, которое приносит заработок мне порядка полутора тысяч долларов. Я при этом не вкладываюсь ни в камеры, ни во что уже не вкладываюсь. Или мы садимся с господином Миларионовым вдвоем, и мой сын снимает на фотоаппарат нас, одним фотоаппаратом. И тут же выдает, или на, скажу страшную вещь, на айфон. И тут же выдает, не нужны ни камеры, ни штативы, ни свет. Но у вас же уже раскрученный Ютуб-канал. И плюс ваше имя известно чуть ли не на всем постсоветском пространстве. Любой человек, который имеет оригинальное мышление и у которого есть товар, то, что он может продать, я грубо говорю сейчас, он может в течение нескольких месяцев раскрутиться до уровня любого. У меня, я горжусь, у меня на двух Ютуб-каналах больше миллиона шестисот тысяч подписчиков. Так это слезы по сравнению с тем, что молодые ребята, 19-20 лет, шарашат уже такое, красавцы. Поэтому, если есть товар, будет покупатель. Если ты серый, никому не интересен, не скули, занимайся другим делом. Не лезь в Ютуб. В общем, наш разговор снятый на айфончик. Как раз-таки проверим сегодня, сколько людей посмотрим. А наш айфончик гонит самогончик. Какой полезный айфончик. Никто, ребята, не поставит нам заслончик. Но за это. Александру Яковлевичу Розенбауму попутно передаем привет автору этой песни. Александр Яковлевич, лайкайте, подписывайтесь. Вас смотрит наибольшее количество где людей? В Украине, в России? Где-где? В Караганде. В Караганде всем привет, да. Ну, распределение все-таки. Зависит от канала. Канал в гостях у Гордона, где большие интервью такие. И порядка 50% Россия, 30%, по-моему, процентов Украина. США много, Беларусь и так далее уже идет. Все страны. До Лаоса включительно. Ватикан, что интересно даже. Канал Дмитрий Гордон более политизированный. Вот там 50% Украина, 30% Россия. И дальше уже соответственно. Значит, лучшая монетизация приходит ко мне из Ватикана. Первое место. На втором месте... А по-римски смотрит? Не исключаю этого. А коронавирус из Комаровского лечится. На втором месте Соединенные Штаты Америки. На третьем Швейцария. По-моему, так. Вот Швейцария третья. Дальше Германия. Вот такие страны. То есть, чем страна зажиточнее, тем реклама там стоит дороже. Я же зарабатываю только от рекламы, которую Ютуб сам размещает в данных странах. Если это Украина, это дешевая реклама. Если это США, это дорогая реклама. Все телеканалы сегодня в руках олигархов, которые из своего кармана их питают. Но многим олигархам это уже надоело, потому что это ничего им не дает, как оказывается, в результате. И они хотят продавать. Вот один из самых успешных наших олигархов, у которого несколько каналов, он их все выставил сегодня на продажу. Продают. Это не Запад, где телеканалы живут за счет рекламы, и как-то они еще даже в плюсе. У нас это все очень сильно минусово. Это значит, что оно отпадет рано или поздно. Смотрите, газеты. Еще же недавно газеты были. Газеты решали все. Да ваш бульвар, это, слушайте, The Sun и так далее. Это же мировые лидеры. А сейчас нет, все. Пришлось отказаться. На смену крестьянской лошадки идет, соответственно, мотоцикл и паровоз. Поэтому уже реактивные самолеты полетели. Все, YouTube – это реактивные самолеты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова